Певец с оторванными ушами – это страшная сказка из Японии о певце, которого однажды пригласили попеть в одно таинственное место. Певец и не подозревал, что окажется в смертельной опасности. Случилось это в старину, в далекую старину много веков тому назад. В селении Акагамасеки был храм Амида, где молились за упокой всех погибших из рода Тайра. Настоятель этого храма очень любил слушать одного слепого певца по имени Хоити. Нищий Хоити бродил по окрестным деревням и под звуки цитры пел о падении и гибели могучего рода Тайра, о великих битвах прошлого. Настоятель приютил Хоити у себя в храме и стал заботиться о нем. Однажды летом, под самый вечер, позвали настоятеля в дом одного из прихожан совершать заупокойную службу. Вместе с ним пошли и служки. Хоити остался в храме один. Стояла душная жара, и слепцу не спалось. Сидя на веранде, он поджидал настоятеля. Вдруг подул прохладный ветерок, и со стороны ворот послышались чьи-то тяжелые шаги. Слепец прислушался. Наверное, это шел воин. Влад шагам доспехи побрякивали. Воин остановился прямо перед слепцом и сказал. Я слуга одного высокого лица. Мой господин сейчас находится в Акагамасеке. Узнал он, что есть здесь хороший певец, умеющий играть на цитре. Он хочет послушать тебя. Идем же со мной немедля. Слепцу показалось, что его влечет какая-то неотвратимая сила. Не мог он отказаться и взял свою цитру, а воин повел его куда-то за руку. Короткое время шли они по дороге неизвестно куда, а потом поднялись по ступеням лестницы, такой высокой, словно вела она во дворец. Удивился Хоити. Он ведь знал, что поблизости никакого дворца не было. Но вот слышит он, вели его в залу, полную знатных людей, шуршать шелка женских одежд, слышится вежливая речь придворных. Господин наш, соизволил пожелать, чтобы исполнил ты сказ про битву да на ура. Начинай же, прозвучал властный сухой голос. Так могла говорить только самая знатная госпожа. Повинуясь ей, Хоити заиграл на цитре и запел о гибельной битве. В зале все затихло. Не слышно было ни звука. Но вот начал он сказ о том, как старая государина Нии погрузилась в пучину моря вместе с юным императором Антоку. О горе, горе, великое горе! Смотрите, как ветер внезапно развеял весенний едва лишь раскрывшийся цвет. Печаль, урок беспощадный, смотрите, в бурных волнах исчезает, прекрасный, как яшма, царственный лик. При этих словах вдруг послышались неистовые стоны и леденящий душу плач. Певец замолк, но рыдания долго не утихали. Наконец, Хоити покинул дворец, удостоившись самых высоких похвал. «Наш господин восхищен твоей игрой на цитре. Еще шесть ночей подряд мы будем посылать за тобой. Смотри же, непременно приходи. Но никому об этом ни слова», — приказал певцу тот же самый повелительный женский голос. Хоити обещал молчать. На следующую ночь опять пришел за ним тот же воин и снова отвел слепца туда же, куда и прежде. Снова Хоити начал сказ о гибели рода Тайра, и снова, еще громче прежнего, раздались ритания, возгласы о горе нам горе. Глухо зазвенело оружие. И раньше бывало люди плакали, слушая певца, но таких скорбных вздохов истинаний он никогда еще не слышал. Незадолго до рассвета слуга отвел его назад в храм, но настоятель заметил, что Хоити странным образом ушел куда-то поздней ночью, никому не сказавшись. — Послушай, Хоити, куда это ты ходил в такой поздний час? — мягко спросил он слепца. Но Хоити, помня свое обещание, не проронил ни слова. Тревожился настоятель и велел служкам следить за слепцом. Когда ночью Хоити потихоньку вышел из храма, один из служек пошел за ним по пятам. Ночь была ненастная, стояла непроглядная тень. Хоити шел вперед уверенным быстрым шагом, как будто кто-то вел его за руку. Служка скоро потерял слепца из виду и хотел уже повернуть назад, как вдруг до него донеслись со стороны кладбища громкие звуки цитры. Тут что-то неладно насторожился Служка и пошел поглядеть. Видит он. Сидит Хоити перед усыпальницей Тайра. Играет на цитре и поет о битве при Данаура, а вокруг него летают синие огоньки. Испуганный Служка схватил слепого певца с силой, потащил его оттуда и все рассказал настоятелю. Лишь тогда Хоити поневоле открыл свою тайну. Страшное дело, воскликнул настоятель. Жаль мне тебя, Хоити, ты попал во власть мертвецов. Того, кто хоть раз говорил с мертвецами, они уже считают своим и ни за что не выпустят из-под своей власти. Ночь от ночи они будут все больше приходить в неистовство, пока не растерзают тебя. Беда нависла над тобой. Но попробую спасти тебя чудесной силой сутры, отгоняющей демонов. Тут, с помощью Служки, раздел он Хоити до нога и написал повсюду кистью на его теле священные знаки этой сутры. Когда за тобой придут ночью, смотри, если пошевелишься, если подашь голос, тебя утащат силой. И тогда ты погиб, сказал слепцу настоятель, и к вечеру он снова ушел. Хоити остался один. Настала глубокая ночь. Слепец, как всегда, сидел на веранде, вдруг снова зазвучали знакомые шаги посланного воина. Он остановился перед слепцом и властно позвал. Хоити! Хоити! Но тот замерз, затаил дыхание. Хоити! Снова позвал посланный еще суровее прежнего. Хоити! Крикнул он в третий раз голосом, полным гнева. Но Хоити словно в камень обратился. Тогда воин тяжелыми шагами взошел на веранду, наверное, для того, чтобы потащить его силой. Но вдруг застонал. О-о-о! И медленно попятился назад. Кто это? Кто сидит здесь, весь покрытый священными письменами? Я не могу приблизиться. Страшно мне, страшно. Я не в силах подойти. Сотрейте письмена. Скорее, скорее! Потом наступило молчание. Хоити почувствовал на себе пристальный взгляд. А, внезапно воскликнул воин. А, остались незащищенные места. Вижу твои уши. И все-таки заставлю тебя пойти со мной. Он ухватил слепца за оба уха и силой потащил за собой. Хоити почувствовал нестерпимую боль, но стиснул зубы и не сдал ни звука и не сдвинулся с места. Воин еще раз рванул изо всех сил и оторвал ему оба уха напрочь. Гровь хлынула ручьями, но Хоити так и не пошевелился. «Покажу эти уши моему господину в знак того, что я приходил сюда», – воскликнул посланный. Шаги его начали удаляться и замерли вдали. А Хоити упал без памяти. Когда настоятель вернулся, он горько пожалел о том, что забыл написать священные знаки на ушах слепца. Из-за этого Хоити был на волосок от гибели. Слух об этом чудесном происшествии распространился повсюду. Все говорили о певце с оторванными ушами. Народ стал собираться толпами, чтобы послушать Хоити. И вскоре безвестный до того певец стал славен по всей Японии.